Всем привет, друзья! С вами Королид. Мы находимся в No Man's Sky. Это будет небольшой гайд по поводу живого корабля. Я расскажу вам, где найти яйцо, как его выращивать, сколько это стоит, сколько это займет времени, нужно ли это вообще делать. И в конечном итоге мы с вами получим живой корабль. Чтоб вы понимали, живой корабль это большой рандом. То есть у вас есть дорогущее яйцо, на которое вы потратили кучу времени, вам нужно потратить кучу времени для того, чтобы это яйцо еще вырастить. И в конце вы получаете рандомный корабль. Этих видов живых кораблей достаточно много. Они отличаются как и внешне, так и по количеству ячеек. И вероятность того, что вам попадется, ну так скажем, не то, что вы бы хотели. То есть, например, не тот цвет или не тот вид живого корабля, или в нем будет мало ячеек. Вероятность этого есть. И, ну, будет неприятно, если вы потратите много времени и получите все-таки не то, что вы бы хотели, хотя бы даже приблизительно. Есть один небольшой лайфхак методом сохранения и загрузки. Можно, так скажем, увеличить это количество рандома. И чтобы у вас был какой-то, хотя бы какой-то выбор. То есть, чтобы вы могли выбрать, ну, более-менее подходящий для вас корабль. А то, может быть, именно тот, который вы просто влюбитесь и будете летать на нем до конца игры. Вот, в общем, в этом ролике я расскажу вам все, что знаю про живые корабли. От самого начала и до самого конца. Погнали! Итак, друзья, ну, давайте по порядку. Сначала нам нужна аномалия. Вызываем ее в любом месте в космосе. Залетаем. И нам нужен Нексус. Нексус это вот такой вот робот, который выдает нам квесты за всякое. Нам нужны у него квесты за ртуть. Сейчас этих квестов у меня нету, потому что я их все выполнил. Ртуть выглядит вот так. То есть, вот такой вот значок. Он будет высвечиваться вот здесь. И сама эта миссия будет подсвечиваться красным. 250 ртути нам дают заодно такое задание. И, по-моему, если я не ошибаюсь, раз в неделю на выходных появляется еще одно пятое задание. Оно подсвечивается зеленым. И за него дается аж 1200 ртути. Но это задание дается один раз в неделю. Так, в принципе, за несколько дней, дней за 4, за 5, за 6, можно насобирать нужное количество ртути. А нужно ее достаточно много. 3200. Да, яйцо стоит именно столько. После того, как мы насобираем нужное количество ртути у Нексуса, мы бежим вот к этому дядьке, который расположен справа от него. У него можно покупать всякие экзотические предметы. Точнее, обменивать их на нужное количество ртути. Итак, находим это яйцо в списке. Оно выглядит вот так. Называется яйцо пустоты. Стоит 3200 ртути. Покупаем его. У меня это яйцо уже есть. Выглядит оно вот так. И я думаю, что лучше всего, если оно будет находиться у вас в экзокостюме. Не в звездолете, не в грузовом корабле. Пускай лучше лежит у вас в экзокостюме. Никакого квеста, никакой миссии у вас поначалу не будет. Не пугайтесь, она появится у вас попозже. Вам нужно полетать на своем звездолете по солнечным системам. Скорее всего, не по той системе, где сейчас находится ваша аномалия. Вам нужно вылететь из аномалии, переместиться куда-нибудь в другую солнечную систему. Неважно в какую. И полетать в режиме FTL. FTL это скорость света. Быстрые скорости света. В общем, это когда вы нажимаете на пробел и начинаете на бешеной скорости нестись к той точке, которую поставили. Вот именно в этом режиме вам нужно полетать. И в какой-то момент появится сообщение о том, что какое-то интересное событие происходит. Остановитесь. Если вы остановитесь, подлетит к вам такой же живой корабль и выдаст вам первый квест. Все. Этот живой корабль дает нам первую миссию. Этих миссий будет несколько. И, значит, нам нужно найти отмеченную систему на галактической карте. Давай найдем эту систему, отправимся туда и посмотрим, что там за миссия, как она вообще выполняется. Прилетаем на планету. Здесь, скорее всего, нам нужно с помощью визора, да, с помощью визора найти цель. Достаточно далеко она находится. Где-то вот в том районе. Маяк почему-то не ставится. В общем, нам нужно лететь туда. Находим обелиск. Видимо, это он и есть. Нам нужно скрафтить с вами мост сознания. Пугни, гексит, корвакский скафандр. Окей, скафандр у меня есть. Гексит, я думаю, найдем. Яйцо само мне дало источник гексита. То есть, дало мне пометочку на карте, где его искать. Скафандр у меня есть. Все остальное тоже есть. Я думаю, что сейчас мы его найдем. Нам нужно будет вернуться обратно. Пометка привела меня на разрушенный корабль. Давайте посмотрим, где здесь находится гексит. Извлекаем его. 420. Этого мне хватит. Теперь мне нужен скафандр. Он у меня имеется. Сейчас я его заберу. И мы с вами отправимся дальше по квесту. Возвращаемся обратно к этому монолиту. Уже со скрафченным скафандром. Только, по-моему, это какой-то другой. Тот был круглый. Ладно, не важно. Мост сознания сюда втыкаем. И мы получаем редкий предмет. Хрупкий нейронный ствол. Итак, ребят. По итогу. У нас появляется с вами вот такой хрупкий нейронный ствол. Тонкая сеть живой ткани. Та искра, что разжигает пламя жизни в новом живом существе. И требует внимательного ухода во время созревания. Это первый элемент фрагмента жизни, который нам нужен для того, чтобы достать живой корабль. Таких фрагментов будет несколько. И большая проблема в том, что с этим фрагментом, если мы посмотрим на описание задания, нейронный ствол слишком хрупкий. Позаботьтесь о стволе. Он созреет через 22 часа 43 минуты. И так будет с каждым элементом. Я напомню, их будет несколько. То есть, помимо того, что вам нужно будет насобирать 3200 ртути. Это достаточно долгое занятие, которое занимает несколько дней. Вам нужно будет еще собирать элементы, с каждым из которых вам нужно будет сутки полетать. Ну, можно в принципе не летать. Можно просто этот фрагмент добыть и вернуться в игру уже через 22 часа. Далее, также полетать в режиме FTL по солнечным системам. Ждать, пока с вами снова выйдет на связь органический живой корабль, который вам даст следующую миссию. И так несколько раз, пока вы не соберете нужное количество фрагментов. Как только вы это нужное количество фрагментов соберете, он вам даст задание на поиски разбившегося органического корабля, насколько я помню, вы туда прилетаете, меняете у него эти сломанные, я не знаю, разбившиеся фрагменты на те, которые есть у вас. И вы получаете живой корабль. Вот так вот. Вроде как просто, но очень и очень долго. По второму квесту, друзья, мы также находим монолит. Нам выдают уже квест на вот такой пульсирующий сердечник. Теперь нам нужно собрать его. Он состоит из мордида, золота и жидкого солнца. Мордит добывается из любых животных на планете, просто их убиваете. Золото, ну понятно, золото можно купить и везде. И жидкое солнце. Вот это уже самое интересное. Это редкий ресурс, который именно по этой миссии нам и нужен. И для этого монолит или обелиск выдает нам вот такой модуль для мультитула. Называется он солнечный луч. С помощью него нам нужно добывать залежи. Именно залежи. То есть не просто обычные ресурсы, типа дерева или там камень. А именно залежи. Из него нам в инвентарь будет как раз таки падать это жидкое солнце. Когда мы наберем нужное количество, обратно возвращаемся к этому монолиту. Он нам выдает новую часть нашего корабля. Мы также сутки с ним летаем. И все. И потом переходим уже к третьей миссии. Третий и четвертый квесты я даже не стал вам записывать, чтобы не растягивать хронометраж этого ролика. Они делаются достаточно легко. То есть там нет чего-то особенного. Вы просто летаете по точкам и выполняете миссии. Делается все элементарно. Я сомневаюсь, что у вас возникнут какие-то проблемы. А вот с пятой миссией у меня возникли проблемы. Так как там нужен открытый телепорт. К сожалению, ключей к этому телепорту у меня не было. И мне пришлось уделить еще большое время тому, чтобы найти всех странников и заполучить все глифы. Чтобы отправиться на телепорте на нужную мне планету. Ну, заняло какое-то время. Да. Все четыре элемента живых органов у меня уже собраны. Они полностью выросли. Все хорошо. Сердце у нас также здесь находится. Теперь у нас, если мы наведем курсор на сердце, показаны глифы, которые нужно вставлять. Ну, то есть последовательность символов, которые нужно вставлять в телепорт. Охотник, отражение, охотник, спираль и так далее. Вот. Проще всего тоже это загуглить. Какое название обозначает какой глиф. Ну, и просто по картиночкам потом все это дело вписывать. Ну, по крайней мере, я буду делать так. Ну что, ребят, вот так выглядит телепорт. Подходим к нему. И в... А, нам его нужно сначала зарядить. Точно. Заряжаем его элементами всякими. Элементы, благо, у меня все эти есть. Должны быть, по крайней мере. Так, теперь вводим последовательность. Вводим данный. Открывается портал на нужную нам планету. И теперь через этот портал нам нужно бежать. Так, ну что, ребят, мы появляемся с вами на планете, которая полностью застроена другими игроками. Тут куча всяких баз других игроков. В том числе, видимо, возможно, даже и сами другие игроки здесь передвигаются. Ладненько. Полетели дальше по миссии. Забрать сосуд. Один редкий предмет. Камера души. Биомеханическая конструкция. Мы пропорядили на университетового владельца. Так, и что с тобой делать? Угу. То есть нам нужна не одна такая душа. Судя по всему, нам их нужно собрать около трех штук. Ну, давай тогда полетаем, пособираем их. Итак, друзья. Значит, на этой планете квест я выполнил. Облетел три точки. Окей, заполнил полностью архивную банку с душами. Вот, все окей, все хорошо. Теперь у нас квест вернуться обратно. На то место, откуда мы прилетели. И теперь у нас начинается важный процесс. Нам нужно грамотно сохраниться для того, чтобы, если что, можно было вернуться обратно. И испытать великий китайский рандом с этим живым кораблем еще раз. Если он нам, допустим, не понравится по внешнему виду. Что для этого нам нужно сделать? Значит, нам нужно построить здесь маяк сохранения. Я надеюсь, он тут где-нибудь поставится. Нашел я место. Достаточно далеко, правда, от Монолита. Но из-за того, что планета очень сильно застроена, хотя бы даже такое место, это уже неплохо. Ставим маяк. Сохраняемся. Возвращаемся обратно к Монолиту. Значит, что нам нужно делать теперь, насколько я понял? Сейчас нам нужно будет зайти в портал. Там, по ту сторону портала, будет стоять наш корабль. Мы в него садимся. С нами на связь выходит живой корабль. Тот самый, который нам выдавал квесты. Он нам предложит отремонтировать наш будущий живой корабль. Нам нужно будет отказаться. Улететь в другую систему. И уже в той системе с ним заново выйти на связь. И подтвердить. Вот, как-то так. Он нам даст координаты, где будет лежать сломанный живой корабль. Наш с вами. Мы туда прилетаем. Нам ни в коем случае нельзя будет выходить никуда из корабля, чтобы не сбить автосохранение. Нам нужно будет просто на нашем корабле подлететь. Внешне посмотреть на этот живой корабль. Если он нам подходит, то можно будет тогда садиться. Спокойно его забирать. Если нет, то нам нужно будет тогда перезагружаться. Ну, в общем, я думаю, что объяснил понятно. Сейчас я все это дело вам еще и покажу. Мы отключаем, насколько я понимаю, коммуникатор. То есть мы не принимаем его в предложение. Из корабля мы не выходим. Нам нужно взлететь отсюда. Разговаривать с ними, я так понимаю, тоже не надо. Нам нужно улететь из этой системы в любую другую, где есть космическая станция. Нажимаем высадить яйцо. Нам передают координаты. Так, и координаты эти где? Ага, вижу. Так. Павший хозяин. Это, судя по всему, и должны быть координаты нашего с вами корабля. Самое главное, это не выходить из-за своего звездолета. Если мы выйдем, произойдет автосохранение. То есть нам нужно просто подлететь и внешне посмотреть, подходит нам такой корабль или же нет. Я надеюсь, что подойдет сразу, и нам не придется перезагружаться. Так, вон он, вижу. Сейчас посмотрим на его там цвет и все остальное, как он выглядит. Так, блин, кайфово, кайфово. Ну так, конечно, издалека выглядит классно. Ой, желтенький. Слушай. Ой, он офигенный. Я даже его менять не хочу. Ребята, я думаю, вы меня понимаете, почему. Так. Значит, садимся в него. Воу. Братец, как ты офигенно выглядишь. А, ну, единственное, что у него один двигатель сзади. Я видел, что и два, и три есть. Ну, у этого один. Ну, ничего страшного. Смотрится, конечно, очень круто. Давай вылетим куда-нибудь, может быть, на свет. Как-то посмотрим на какое-нибудь солнце. Ну, или просто в целом в космос. Так, ну что, выглядит, конечно, потрясно. Летает потрясно. Мне, мне прям нравится. Мне прям заходит. Давайте теперь посмотрим, что у него есть более, более точно. Значит, бьющееся сердце. Что там я с этим сделать могу? Какой-то апгрейд сделать? Извергающее отверстие. Офигеть. Вообще-все глаза. Кортекс. Сингулярность. Можно заправлять. Это его двигатели, судя по всему. Потенциал урона. Прочность щита. Дальность. Ну, неплохие у него характеристики, скажем так. Не прям что-то из ряда вон. Но и неплохо. Вот. То есть, в целом окей. Здесь можно установить ему технологии. Получается, можно установить ему только... Подожди. Только цвет и все, что ли? Только цвет двигателя. Больше я ему почему-то установить ничего не могу. Видимо... Интересно. А если здесь есть технологии для модифицирования, то, возможно, где-то этих технологий можно искать. Ладно. Будем с этим тогда потихоньку разбираться. В целом, я сомневаюсь, что прям это крабы для повседневного какого-то путешествия. Это, наверное, скорее всего, больше крабы для коллекции. А могу ли я сделать ему апгрейд? Пойдем попробуем посмотреть. Если мы зайдем вот сюда. Могу ли я что-то ему сделать по оснащению? Так, а если улучшение, попробовать все-таки... Купить хранилище, например. Невозможно усилить живое существо. То есть я не могу ему добавить ячеек. А если уже использовать готовую ячейку, попробовать добавить, улучшить звездолет. Применить улучшение тоже не могу улучшить. А технологию тоже не могу улучшить. Так, а может мне подскажут тогда, где искать эти улучшения? Да, золото, я говорю, нет. Столько потрачено времени, и все это время потрачено не зря. Стреляет он, кстати, в офигенно стреляет. Оружие у него, вау. Два вида, да? Да, два вида у него. Есть какой-то лазер. И есть вот такая вот плазменная пушка. Друзья, спустя какое-то время решил дополнить это видео. Немножко полетал на корабле. Все-таки он меня очень сильно впечатлил. Я решил его оставить. И продолжать покорять космос именно на нем. Но я задался вопросом по поводу улучшений. Где же искать эти модули? И я понял, почитав в интернете, что модули на него устанавливаются необычные. То есть обычные простые модули, которые мы можем установить на любой корабль, на живой корабль мы поставить не можем. На него ставятся специальные модули. Искать их нужно в космосе. То есть когда мы летаем в режиме ипульсного двигателя, в режиме FTL, нам может поступить сообщение о каком-то рандомном событии. И если мы его примем, то там, возможно, появится какая-то штука. Я так и не понял. Или какой-то метеорит или что-то. При убийстве которого нам и предложат установить модуль. Он стоит около, по-моему, 200 нанитов или типа того. Возможно, там тоже цена рандомная. Ну и, соответственно, будет рандомно установлен модуль. Их там несколько видов. По-моему, порядка 7. Какие-то увеличивают двигатель. Какие-то увеличивают урон и так далее. В общем, модули улучшения на живой корабль нам нужно искать просто путешествуя на этом корабле. И со временем эти модули нам будут попадаться. И с помощью нанитов мы их сможем установить. Узел изрыгающих отверстий. Одна штука. Узел изрыгающих отверстий. О-о-о-о-о. Невероятно мощное улучшение. Изрыгающие отверстия. Используйте ежедневные узла. Каждый узел генетически уникален. И точные параметры улучшения нельзя узнать до завершения пересадки. Может улучшить урон. Скорострельность. Скорострельность. Время перезарядки. Развить. Разбухающая щель. Урон 6%. Распределение тепла плюс 3%. Развить. Наниты 430. Активировать гормоны. Развить узел. Функциональный отросток. Что? 430 нанитов надо. О-о-о. Можно таким образом улучшать до С. Скорострельность плюс 3%. Процент распределения тепла плюс 3%. А скорострельность улучшилась. Офигенно. Офигенно. То есть вот таким образом мы и улучшаем. Летаем. Ищем вот такие вот яйца. Взрываем их. Получаем. Получаем улучшение. И еще улучшаем эти улучшения. Круто, круто. Друзья. Еще немножко хотел дополнить основной контент по живому кораблю. Немного поиграл в незаписи. В основном занимался экономикой. На корабле на самом летал мало. Немножко единственное полетал. Нашел один модуль. К сожалению, модуль мне попался точно такой же, как у меня и был. Тоже, кстати, А-класса. Я его улучшил до С. Вот. И больше пока за модулями не охотился. Но в какой-то момент я подумал, что, блин, ну я же все равно играю. Почему бы не накопить еще рейсов и попробовать себе сделать второй живой корабль? Ну а почему нет? Вот. В итоге я накопил рейсов. Взял себе еще одно яйцо. Полетел с ним в космос. Со мной также на связь вышел живой корабль. Дал мне отметку. Вроде бы квест начался. И что вы думаете? Я прилетел по этой отметке. И тут меня ждет уже готовый корабль. То есть, насколько я понял, если вы захотите себе тоже взять еще один живой корабль, то выполнять квест заново вам не придется. Вы просто прилетаете по метке. Подходите к этому кораблю. И за 10 тысяч нанитов можно сделать какой-то синтез. То есть, какое-то размножение, я так понимаю. Если мы на него нажимаем и тратим 10 тысяч нанитов, оно живое. И что у нас по итогу получается? По итогу мы можем взять себе еще один корабль живой. Сравнить. Добавить в коллекцию. Все. То есть, у нас теперь два живых корабля с вами. Если посмотреть на этот, то... Ну, мне не особо нравится, как он выглядит. Он какой-то, ну, не знаю, очень странно выглядит, на самом деле. У него как будто крыльев нет. Какие-то маленькие плавнички. Ну, и плюс он красного цвета. На самом деле, вот такие вот я чаще всего и встречаю где-нибудь на аномалии у других игроков. Да, он смотрится не так прикольно. Он такой более вытянутый. У него обычный нос. У него нет вот этой челки, как на моем. Ну, и нет вот этих вот боковых крыльев. Что немножко удручает. А по характеристикам у него 22-21. Такой же абсолютно. Абсолютно такой же. А, хотя нет. Посмотрите, у моего выше дальность. Выше дальность. Она у меня не прокачана. У меня прокачан урон. Потому что у меня стоят два модуля на урон. А дальность у меня не прокачана. То есть мой чуть дальше может летать. А по остальным характеристикам точно такой же. Да. Я не знаю. Скорее всего, если вы захотите себе третий живой корабль. Наверное, тоже за 10 тысяч нанитов можно будет его получить. Ну, мне, если честно, он не особо нравится. Я бы продал или переплавил бы на какие-нибудь органические субстанции. Но, как вы помните, делать с ним ничего нельзя. То есть он у меня, судя по всему, останется. Не, не знаю. Может быть, как-то его выкинуть и можно. Но, в любом случае, пока он у меня полежит для коллекции. Возможно, у меня опять что-нибудь стукнет в голову. Я захочу себе третий живой корабль. А вот. Ну, я думаю, что теперь точно все. Я, вроде бы, совершенно все рассказал вам про корабли. Единственное, единственное, что я, ребят, не знаю до сих пор. Это можно ли каким-то образом увеличивать количество ячеек. Вот здесь вот в запасающих мешках или в камере органов. Вот этого я не знаю. То есть здесь есть у меня еще пустые места. Я полетал, вроде бы даже погуглил, посмотрел эту информацию. И что-то я ничего не нашел. Возможно, там же, в этих космических оконах, где мы с вами и получаем вот эти вот дополнительные модули. Возможно, из них и будет что-то такое выпадать, что нам будет давать дополнительные ячейки. С вами был Корвит. Не забывайте подписываться на канал. Я думаю, что это не последний гайд по No Man's Sky. Я еще что-нибудь интересненькое вам запишу. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok